Всем привет! Сегодня, знаете, о таких вещах, весьма полезных для наших орхидей. Выкроила время, выходной день, поехала, посмотрела, что у нас на сегодняшний день в торговых центрах. Именно меня интересовала тема орхидей. Что у нас появилось, что у нас изменилось, есть ли рост цен на те товары, которые мы используем для посадки наших орхидеюшек. Вы знаете, и была, я вам могу сказать, очень приятно удивлена тому моменту, что практически все то, что у нас было в садовых центрах города, оно на том же уровне осталось. Те же горшки, ну потому что здесь производитель, вы понимаете, это наш производитель. Что арте, что горшки альтернативы, но у нас много вариантов, вы знаете, и прикупила я сегодня еще очень интересный формат горшочков, которые я буду использовать как внешний контур, как кашпо, в которую я буду размещать посадку с орхидеей. Можно взять любые горшочки, даже самый эконом вариант. Продаются такие горшочки, очень похожие на горшок D12, только в размере D16. Они недорого стоят, в районе 34, 5, 7 рублей. По-моему, сейчас даже где-то я 40 видела. Я имею в виду вот наподобие таких, только с обычным вот этим, с подиумом и дренажными отверстиями. Это у меня горшочек от другого производителя, внутренний горшок. Очень часто внешние кашпо от этих горшков я использую для содержания непересаженных растений, которые покупаю. Бывает, покупаю D16 посадки, где крупные орхидейки растут. И вот так вот я извлекаю, беру кашпо внешнее и туда ставлю горшочек с орхидеей. У меня остается вот эта внутренняя вставка, которая тоже не очень удобна. Я для нее ножки вот так вот приспособила. Я вам много раз показывала, как я это делаю. Делаю дырочки паяльника, потом туда вставляю фиксаторы для дюбелей в стену. Очень удобный формат. Вообще, видите, он становится очень устойчивым. Горшки имеют две ножки. И когда я достаю их из кашпо внешнего, он у меня просто падает, если оставить две ножки. А так как я ставлю четыре ножки, теперь он стоит прекрасно и никуда не колтупается. Не падает растение в этом горшке, собственно, в этой посадке. И вот, знаете, смотрю, стоят кашпо. Вот такие белые. И думаю, круто, есть вариант. Есть вариант побольше диаметр таких горшков. Я даже не знаю, какой здесь диаметр. Сейчас я вам, наверное, что-нибудь подскажу. Так, да, 18 на 16. Диаметр, видимо, этого горшочка 16. Высота получается. Высота 18, диаметр 16. Вот этот горшок диаметр... Диаметр, а какой он получается? 15, да, а высота 16. Вот, и я так думаю, опа, у меня же есть вот эти вставки. Либо у меня вот эти обычные кашпо транспортировочные, в которые тоже очень хорошо пересаживают растения. Они там растут как сумасшедшие. Но они не очень красиво выглядят. И в тарелках они очень быстро у меня просыхают. И поэтому, думаю, сейчас я куплю на пробу и вам покажу. Смотрите, я вставляю этот горшок и просто обалдеваю от счастья. Мне некоторые говорят, Ирина, у вас столько слов паразитов. Паразитов, девчонки, не могу. Я такая. Да, у меня очень многие знакомые мои люди, с которыми мы давно близко общаемся. Мне говорят, Ирина, настолько интересно ты выражаешься. Вот посмотришь на тебя, кажется, сейчас что-нибудь такое культурное скажешь. А у меня очень много слов паразитов, которые я очень часто вставляю. Они какие-то, знаете, жаргонисто-молодежные. Я люблю это делать. Это стиль моей речи. И поэтому, если кому-то что-то не нравится, сегодня мне там в комментариях под одним моим видео замечание сделали, что слова паразита, девчонки. Но для меня это не слова паразита. Для меня все-таки вот эти вставки, они немножко разбавляют мою речь. Они ее делают более такой адаптированной и более, ну, может быть, такой жизненной. Часто встречающиеся при общении с людьми. Вот именно эти словечки. Поэтому я люблю. И вот, короче, сегодня вставляю горшок и понимаю, что это круто. Ну, стоит он, короче, 155 рублей. Да, вот если, например, купить горшок за 35 рублей вставочку, вот эту вот, D16 горшок, и плюс вот это 155, получается, ну, в общей сумме горшок обходится где-то в районе 190-180 рублей. Смотря какая вставочка будет. Ну, а вот у меня есть вот такие горшки, считайте, да? Одна часть этого горшка используется, вторая нет. Просто стоит у меня в шкафу, ждет своего часа. Потому что я никак не могла подобрать вот такие кашпо под вот эти пустые вставки мои. Отлично, да? И сегодня посмотрела, у меня тоже есть горшки, в которых когда-то находились орхидеи. Вот видите, здесь достаточно старый горшок. Он уже поцарапан, он уже давно у меня используется в посадке для орхидей. Выглядит уже, конечно, он не очень презентабельно и смотрится некрасиво. Если вот так вот в посадку поставить орхидею, вернее, посадить орхидею, поставить ее просто, ну, на стеллаж, не очень красиво смотрится, согласитесь. Да, еще мне не нравятся вот эти вот наклейки. Не знаю, не нравится. А я, вы знаете, сегодня думаю, интересно, подойдет ли вот этот горшок большего диаметра. Вставляю и понимаю, что это круто. То есть, даже старые горшки сейчас у меня появился вариант использовать, потому что я нашла вот эти внешние кашпо, в которых я буду орхидеюшки растить. Вы у меня сейчас спросите, Ирин, корням нужен свет. А кто сказал, что здесь света будет недостаточно? Здесь света более чем достаточно. У нас солнышко тучи возмещает на небе. Получается, что сейчас я буду то светленько выглядеть, то темненько. Но уж ссорьте, как получается. Вот, сегодня вот этот тоже горшок нашла. Покупала эти горшки тоже как внешний контур для посадки растений. Ну, то есть, вот так думала, буду содержать орхидейки. Текут. Нашла маленькую дырочку, то есть, вот технологические вот эти вот как бы выемки на горшках. Они казались запаянными. Но сейчас на поверху есть там маленькие-маленькие микродырки, текут эти горшочки. Я знаете как? Вот у меня два горшка таких было. Я взяла садовый вар и замазала вот эти вот дырочки вот здесь, прям туда, садовым варом. Круто держит, могу сказать. Но сейчас, конечно, у меня есть вот такая возможность. Обязательно поеду еще прикуплю, потому что у меня очень много вот этих внутренних вставок таких, в которых будет очень хорошо в посадке развиваться орхидея. Корням света будет достаточно. Либо орхидея вот так будет стоять, и здесь будет полное свето-проникновение, да, для корневой системы. Либо вот так вот светлые горшочки, за счет того, что они сами по себе светлые, корням света будет достаточно. Я неоднократно вам показывала свои посадки, в которых у меня именно так содержатся орхидеи. Да, они, корешочки, не такие активно зеленые, вот в таких вот кашпо белых, но они имеют правильный оттенок. То есть, свет все равно корням попадает. У меня есть посадки, я вам показывала, вообще в свето-непроницаемые горшки. Орхидеи как сумасшедшие, в них растут. Внешне листья шикарно развиты. Внутри, когда я вот достаю горшок из горшка, у меня фиолетовые горшочки, есть такой светонепроницаемый, там корней полон горшок. Из дырочек прорастают корешочки и вот так вот вплетаются сюда, на дно там плетутся. То есть, в светонепроницаемых горшках тоже можно растить орхидеи. Но, повторюсь, света здесь будет достаточно. Как-то я вам так увлеклась сегодня рассказами, поэтому смотрите. Вот, например, если есть возможность купить в магазинах, да, там посмотреть частных магазинах, садовых центрах, вот такие внешние контуры, кашпо, оно так, оно не дырявое, вот оно, видите, оно глухое. Вот, можно придумать какой-нибудь эконом-вариант. Почему нет? Я купила, мне понравилось. Вот, поехала сегодня еще, что я купила. Вы знаете, приятно удивлена была еще одному моменту. Сейчас у нас архиата в группах ВКонтакте кусается, цена кусается дико. Где-то видела 180 рублей за литр архиаты. Кора. Архиата это кора, кто не знает. А где-то видела архиату вообще по 200 рублей. Ну, 200 она приближается за литр. Представьте, да, это золотая посадка. У меня, если вот в такой, например, трехлитровый горшок пересаживать орхидею, представьте, 3 литра коры, это 600 рублей, это уму непостижимо. Вот, поэтому сейчас потихоньку я, наверное, буду пока выжидательную позицию занимать. И буду пересаживать орхидеи в самую обычную кору. Вот у Светланы Целиковой я заказывала кору. Прекрасная дикая кора. Причем она еще немножко галтованная, она не имеет резких краев. То есть при посадке орхидеи мы все-таки, ну, обеспечиваем растением то, что корневая система не поцарапается во время пересадки вот этой вот краеугольной корой. Вот, кора имеет свойство заканчиваться. У меня архиата осталась на одну посадку 5-литровую. Все. Я ее сейчас берегу для посадки двух дарвинов в групповую систему содержания. Будет скоро на канале видео, обязательно вам покажу. Они отсвели, пошла вегетация, все на канале увидите. А сегодня поехала, купила вот такую кору. Не буду переворачивать, сейчас скажете, что я опять рекламы там какие-то снимаю. У некоторых, знаете, свои тараканы в голове, которые не дают покоя вам, ваши тараканы. Знаете, ко мне один раз супруг рассказал очень смешной анекдот. Вот он говорит, прочитал анекдот, невероятно, знаете, он такой, скажем, жизненный, про наши тараканы в голове. Вот он мне рассказал его. У каждого свои тараканы в голове. Помните, раньше был такой мелок от тараканов китайский? Это вот как из анекдота, да? Съела мелок от тараканов. В голове тихо сидят, рисуют. Вот, понимаете, вот такие у всех бывают какие-то свои особенности, да? Понимание всех, каких-то посадок, какую кору брать, что и как. Каждый человек, он, конечно, имеет свою индивидуальную точку зрения. Вот, и по поводу рекламы, когда вы мне пишете, я знаю, что я чиста сама перед собой. Прежде всего, никогда никакой рекламы никому не снимала. Ну что, даже вот когда мне говорят, что я обзор делаю в одном магазине у Вики, вы знаете, там только все потому, что мне нравится подход сотрудников этого магазина и самой Вики к растениям. Она над каждой орхидейкой, над каждым горшочком с цикламеном, там, с чем угодно, азалией, она просто трясется. Контролирует все, у нее все как положено. Только поэтому я вам показываю прекрасные привозы в этот магазин. И вот сегодня я поехала в другом магазине, совсем другом, который я часто ругаю, сотрудники которого заливают орхидеи, я вам снимала по поводу этого видео. Сегодня я поехала, смотрю, аллилуйя, орхидеи нет, слава богу. Вот здесь я могу, слава богу, сказать, потому что если не умеете сотрудники работать с орхидеями, не нужно их тогда покупать. Все равно это идет потом в убыток жуткий. Все это выбрасывается, а у меня сердце щемится. Ну что, равно как я и сказала, там было несколько вот этих троллей с орхидеями, с убитыми орхидеями. И сегодня я поехала, они также оставили вот эту 50% скидку за отцветшие, абсолютно отцветшие орхидеи, укороченные цветоносы, полупогибшие, где-то погибшие корневая система. И все равно орхидея имеет какую-то жуткую цену, минус 50% от 1780 рублей. И это ужас. Ну ладно, зато меня сегодня этот магазин порадовал ценой на вот эту кору. Вот, смотрите, какая цена. 120 рублей за 2,5 литра. Это дикая кора, самая дикая кора, которую можно придумать. Это не галтованная кора, это кора, которая имеет резкие края. Сейчас я вскрою пакетик, вам покажу, что там происходит. Но себестоимость, вот смотрите, какова себестоимость одного литра коры. 120 делим на 2,5. Здесь вот, здесь, по-моему, только кора и немножко мха. Вот 120 делим на 2,5. Получается, вот 1 литр коры стоит где-то в районе 45 рублей. Правильно я считаю? 45 и 50 рублей. Ну давайте 50 рублей литр коры. Думаю, ой, что-то тут сыпется. А, тут дырочки. Думаю, почему бы нет? Сейчас по такой цене 50 рублей за литр кору не купишь. И я думаю, дай-ка я возьму. Но я очень часто использовала вот эту кору. А, ну вот как раз тут вот этот мешочек крутой с торфом. Не забывайте добавлять столовую ложку в посадку торфа верхом на поверхность. Присыпаете, встряхиваете. Отлично нормализует экосистему посадки. Достаточно быстро формирует микрофлору. И не дает коре полностью покрыться плесенью. Потому что вот эта кора, именно эта кора, очень часто покрывается в посадках плесенью. Когда вот я раньше пересаживала кору от этого производителя, но я вам могу сказать, кора шикарная. Шикарная. Сейчас покажу все. Но здесь реально 2,5 литра. Смотрите, сколько коры. А, тут даже мха чуть-чуть положили. Вообще отлично. Прекрасная миксовка. Вот, например, вот в такой объем коры можно посадить внутри орхидеи. Если взять горшок 1,2 литра. То есть, следующая пересадка, которая будет из горшочка оранжерейного. Хорошее качество и по хорошей цене. Завтра поеду, пакетов 10 возьму. Потому что, ну, по-другому никак. Сейчас надо, надо что-то делать. Надо, надо как-то пытаться где-то сэкономить, да? Ну, я просто сегодня видео вам снимаю. Именно такое, какое, ну, хотела снять. Так, по этой коре. Смотрите, какая классная. У меня даже муж посмотрел, говорит, слушай, какая кора крутая. Смотрите, какая. О, видите? Ну, опять повторюсь, что эта кора плесневеет в посадках. Она не вся плесневеет. Она может очагами заплесневеть. Она может в нижнем уровне полностью заплесневеть. Все будет зависеть от того грибка, то есть поры, которая, ну, она абсолютно спокойно на этой коре она существует и находится. Вот. И попадая в условия повышенной влажности в посадку, на этой коре, конечно, те спящие поры, которые заселяют кору, они проснутся 100% в условиях повышенной влажности. Ну, и для этого мы добавляем столовую ложку низинного торфа. Вот, пожалуйста. Вот вам он уже продается, и не надо думать. Вот этого торфа хватит. Ну, здесь, наверное, ложек 5 столовых. На 5 посадок хватит. Немножко мха тоже можно его использовать, как бы так, фрагментами добавлять в средний уровень для того, чтобы хорошо держать увлажненность посадки. Так, если вы побаиваетесь добавлять торф, я вам неоднократно говорила, девчонки, либо перед тем, как пересаживать ваше растение вот в такую дикую кору, либо после посадки, когда вы видите, что что-то там происходит не совсем хорошее, пошел пушок, например, плесневый, можно пользоваться любыми биофунгицидами в варианте спор. Споробактерин. Разводите, делаете первый полив орхидеи после пересадки, тем самым вы заселяете биофунгицид, который будет разрастаться в посадке. Это споры, здесь вот споробактерина, это триходерма вериды и бацилла субтилис. Вот. Разводите 4 грамма на литр воды, заполняете горшочек минимум на 30 минут, потому что нужно дать время воздействовать. Вот этот состав нужно заранее приготовить, там где бацилл субтилис, стенная палочка, обязательно заранее, хотя бы за полчаса до полива. Дальше, триходерма вериды, я вам много раз рассказывала, у меня, к сожалению, нет нового пакетика, вот она. Смотрите, чтобы у вас все живые споры в таком вот сухом состоянии хранились в правильных условиях, чтобы они не погибли, потому что очень часто, когда вы используете вот такие вот составы с живыми спорами и бактериями, нужно помнить о том, что при нарушении условий хранения и при том, что может быть срок годности истекший, конечно, они не заработают. Вы потом говорите, что они не работают, а у вас, например, были условия хранения этих препаратов нарушены, и все, конечно, не будут работать. Давайте быстренько покажу, у меня есть еще вот такие, вот такой споробактерин, кстати, недорого, по-моему, что-то рублей 30 или 27 я купила в фикс-прайсе споробактерин для рассады. Это одно и то же, у меня говорят, Ирина, ну у вас же другой, вы же нам зеленый показываете, можно ли такое использовать? Девчонки, читайте состав препарата, что входит в состав? Он абсолютно аналогичный, знак равенства. Здесь написано, споробактерин, он как бы биофунгицид общий, здесь для рассады одно и то же, громовка разная. И фитоспорин, порошок можно брать, у нас есть паста фитоспорин, которая разводится в маточные растворы, потом добавляется. Можно поливать, можно замачивать кору перед тем, как пересаживать наши орхидейки. Только если вы используете какой-то биофунгицид в варианте рабочих спор, ни в коем случае не подсушивайте кору после обработки в каких-то печах, микроволновках, духовых шкафах, ни в коем случае. Потому что вот это все заселенное, оно моментально погибнет. И еще можно использовать, у меня вот Триходермо Харцианум есть в составе препарата ТН-82. Он тоже сейчас у нас в садовых центрах стал появляться. Но еще Триходермо Харцианум есть в составе препарата Глиокладин. Это такие таблеточки, они бывают по 10 в обычных вот таких упаковках продаются. Либо 100 штук вот в таких вот блистерах. Вот так, это Триходермо Харцианум. То же самое. Мы берем 2 грамма на литр воды, делаем рабочий раствор. Можно замочить кору, можно наоборот этот раствор уже налить непосредственно в посадку при первом поливе вашей орхидеюшки. Эти споры являются хищниками, вытесняют те нежелательные споры и бактерии, которые, к сожалению, в том числе могут разрастаться на коре и в том числе губить корневую систему наших орхидей. Также Триходермо Харцианум не только вот в этом составе продается. Она еще, как я вам сказала, Глиокладин плюс Триходермин. Так, еще какие-то там Триходцин, по-моему, есть коммерческие названия препаратов. Всегда, когда вы сомневаетесь, переверните пакет, посмотрите состав. Действующее вещество, которое входит в состав вот этого препарата под коммерческим названием. Для вас все сразу станет понятно. Если вы видите, что вот на коре произрастает колония, например, знаете, есть такие Триходермабириды, она выглядит, вот если вы не знаете, как она выглядит, Вы смотрите при любом запросе, да, в Яндексе, в Гугле, где угодно, колония Триходермабириды или колония Триходермабириды Харцианум. Вы увидите, как они выглядят. Харцианум – это зеленые островки, они скорее такого изумрудно-зеленого оттенка, а Триходермабириды – это островки спор, которые выглядят зелено-салатовым оттенком, иногда желтоватеньким. Вот, и поэтому бояться вот таких проявлений не стоит. Все, я вам рассказала, что сегодня я купила и как я сейчас решила все-таки где-то немножко экономить, в том числе и на архиате, потому что пока дороговато. Конечно, сейчас все находятся в таком недоумении, и я покупала архиату, как сейчас помню, у меня была покупка по 85 рублей за литр. У меня была покупка архиатов, одинаковая цена для разных фракций. У меня было по 110 я покупала, максимально по 130, но сейчас уже к 200 цена доходит, поэтому я буду вот эту кору использовать. Раньше все свои посадки в дикую кору делала никаких проблем. Поэтому, если хотите, покупайте архиату. Если не хотите, у меня сегодня вот такая бредовая идея возникла. Самое интересное, что я даже не думала, что я сегодня кору приобрету, но меня сегодня подкупила эта цена. 120 рублей за 2,5 литра коры. Обалдеть! По себестоимости меньше 50 рублей литр. Замечательно! Ну, вот такое у меня сегодня видео. Надеюсь, было полезно в поиске каких-то альтернативных вариантов коры. И именно тех способов обработки коры предварительной, либо обработки коры в самой посадке. Ну, а у меня на сегодня все. Желаю вам мир в каждый дом, здоровья и благополучия. Всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok